Меня зовут Вова. Позади меня труба. Я нахожусь в поселке Шилово Каменского района Свердловской области. И сегодня я запишу вам видео по риперу. Видео касается таких случаев, когда у вас есть какая-то техническая задача, но вы не знаете, как ее максимально эффективно решить. Так вот с помощью рипера можно придумывать всякие фишки, которые прям вот очень сильно облегчат вам процесс. Давайте начнем. Вот, значит, исходник. Вот исходник, он просчитывается, как правило, он довольно долгий, то есть это дикторский голос, и он зачитывал несколько дублей, каждой фразы, которую ему нужно было зачитать. К этому прилагается вот такая инструкция. Такой формат, то есть это значит 10 вопросов, это лишнее. 10 вопросов и 7 блицей. То есть где-то здесь находятся вот эти вопросы, и там показано, где начало первого вопроса, где его конец, где начало второго, где его конец. В общем, этот формат именно в формате Excel, я попросил его у ребят, потому что им удобно так прослушивать файл и делать пометку текстом. Но моя задача нарезать вот эти вот кусочки в виде аудиофайлов. Вот, и я как представил эту работу, это очень скучная работа. То есть нужно вот сидеть, находить, ну пусть даже ты будешь вписывать, да, здесь вот этот тайм-код. Ну, в общем, это очень противная, неблагодарная работа, и не хочется этим заниматься. Но мне захотелось следовать возможности рипера, и поэтому я пришел к такой штуке. Сейчас расскажу. Значит, у меня для этого есть особый темплейт в формате ODS, это формат LibreOffice, да. Вот. И вот это вот взято напрямую из формата... В общем, не буду сейчас в детали вникать, короче, просто покажу, как у меня это происходит. Я копирую. Детали позже, да, детали позже. Вот. Сложность этой таблицы в том, что она должна убирать, то есть здесь формула trim, да, она убирает лишние пробелы, потому что встречаются лишние пробелы. Короче, да, и эти файлы нужно еще назвать. Я называю их. Так. Такой формат у меня текста, да. Я заполняю эту таблицу, и также у нас есть семь вопросов Blitz. Ну, у нас есть договоренность, в каком формате это должно быть, и мы делаем это вот так вот. Вот. Все остальное мы удаляем. Да. Копируем сюда Blitz. Да, сработало. Ну, не все сработало, к сожалению. Но мы можем просто очистить содержание этих ячеек и вставить сюда этот текст. Ну, допустим, вот у нас готовый файл. Готовый файл мы сохраняем. Мы сохраняем. И очень важно сохранить его в формате CSV. Я чуть позже объясню, что все это значит. Вот. Вот нужный нам формат. Отсюда мы удаляем лишнее. Вообще, я объясню потом, как я пришел к этому формату. Значит, я сохранил его в формате CSV. Все. Теперь я прихожу сюда, в мой файл. Открываю, значит, список регионов и импортирую туда то, что только что сохранил. Правильно? Вот оно. В формате CSV. И о волшебство, о чудо у меня появляются, появляются вот эти вот маркеры, которые показывают, где, собственно, у меня находятся эти фразы. Потом я выделяю все это. Открываю dynamic split такую функцию. Разрезаю их. И теперь осталось только правильно расставить вот эти регионы. Потому что, видите, получается, что не все они стоят верно. И это все проблемы исходного формата. Ну, они пишут примерно на глаз. Они могут открывать какую-нибудь VNAMP или не знаю что. Вот. И пишут приблизительно. Начало 0.16, конец 0.19. Вот. Получается, что не все у нас ровно. И потом я что делаю? Секундочку. Я открываю особое меню. И прохожу сим по файлам. Прохожу сим по файлам. Вот видите, он подравнивает сам автоматически вот эти регионы под клипы. То есть вот эти регионы, которые вверху, да, Metalurk 2.6, он подравнивает их аккуратненько под размер клипов. Все. Все есть. И теперь я делаю что? Добавляю их в матрицу экспорт регионов. И теперь делаю рендер. Выбираю регион в качестве имени. Выбираю моно в качестве файлов. Выбираю куда их поместить. Допустим, не знаю, в этой папке будет папка экспорт. Вот. И нажимаю рендер. Смотрю. Вот. Все замечательно организовано. Работа сейчас готова. Вот она столько времени заняла. Значит, что у меня происходит по сути? Значит, вот этот вот формат, который я взял здесь, он получается каким образом. Мы берем, входим в меню регионов. И, допустим, если у нас тут не было бы этих регионов конкретно, да, а были бы просто какие-нибудь маркеры, не знаю, регион, да, вот у нас появился бы такой список, в котором можно делать экспорт регион маркерс. И он экспортирует их в формате CSV. И если мы войдем туда, где мы только что его, куда мы только что его экспортировали, а куда. Вот такой формат. Он лежит в основе вот этой таблицы. Значит, я помещаю туда вот эти все циферки, да, которые у меня изначально были. Я их просто делаю и помещаю вот, ну, по сути, сюда. Таким просто копировать и вставить. И получаю список регионов, понятный рипперу. Потом я его импортирую. И что я делаю для того, чтобы это все подровнять. Тут у меня есть особый тулбар, в котором как раз, ну, есть кнопочки первоначально. Я искал именно вот эту вторую функцию, то есть скрипт хеда. Это не родной скрипт. Это скачано из extension reopack. Crop regions to selected item. То есть, собственно, это то, что делает вот этот скрипт. То есть он подравнивает регион под выбранный файл. То есть, если у нас в данный момент выбран вот этот вот, допустим, третий регион и выбран вот этот файл, я нажимаю эту кнопку, то он его подравнивает под его размер. Вот. Но мне было лень заниматься, вот, заниматься каждый раз, выделять один. Видите, сейчас у меня все сбилось. Да, я выделяю один, выделяю другой, нажимаю кнопку, выделяю один, выделяю другой, нажимаю кнопку. Я понял, что это можно сделать автоматически как-то. поэтому у меня родился вот такой скрипт. Это custom script. Я назвал его yard cut action. Это связано с компанией, для которой я все это делаю. И, собственно, в чем фишка. Я нажимаю edit. И вот она состоит из трех пунктов. То есть, перейти к следующему маркеру или региону, выбрать все вот айтемы в текущем выделении и кропнуть этот регион под выбранный файл и этот скрипт, который, собственно, которым я, собственно, и пользуюсь. Поэтому это все упростилось до одной кнопки. Вот до этой. То есть, он переходит. Почему-то на нее нужно нажимать два раза. Я, конечно, мог бы с этим разобраться, почему так происходит. Но суть в том, что я просто сижу, нажимаю на кнопку. Ну, не могу сказать, что это такое приятное занятие. Ты сидишь, нажимаешь на кнопки, но когда у тебя в это время делается твоя работа, которую тебе не хотелось просто так делать, а тебе нужно просто нажимать на кнопку, это гораздо интереснее и веселее. В общем, в Reaper можно делать очень много интересных вещей. Его, конечно, надо изучать, но в любом случае, как программа для монтажа, он прекрасен. Поэтому я надеюсь, я буду снимать больше, чем одно видео в год и что-то еще вам расскажу. Спасибо.